Всем привет, ребятки! И сегодня я с вами поделюсь некоторыми секретиками в игре Блокада. Некоторые из них очень-очень много людей знают, так что многие напишут в комментариях то, что я не открыл Америку. Но это видео больше посвящено новичкам, то есть игрокам, которые зашли и играют в нашу любимую игру буквально пару дней и не знают разных этих секретиков. Вот, я вам сегодня про них всё расскажу, всё наглядно покажу, как их делать. Я ими сам пользуюсь практически каждую игру на каждой карте. На многих картах это очень-очень вам помогает нагибать. Вы в разы можете эффективнее играть. Вот, ну в принципе, всё, вот такое вот вступление. Поехали. И первый секретик. Многие из вас сталкивались с такой проблемой, что вы, например, зашли на какую-то карту, например, после режима танки. У вас тут, например, взялась противотанковая мина. Например, нет, например, взялся у вас динамит, да? Вот этот вот ручной кумулятив. Ну и, например, М18, да? Вот, мы, например, выходим такие, видим противника. Бамс, кликаем, шмель. Но бывает иногда берётся вместо шмеля либо динамит, либо РПГ. И, например, как вот мы динамитом его быстренько убьём. Мы можем только поставить, потом только стрельнуть. Ну и, возможно, нас уже противник заберёт. Либо же вот эти вот ручные кумулятивные гранаты, вообще какие-то каличные, летят буквально на 3-4 блока перед вами. Невозможно их зашвырнуть там на 15-20 блоков. Вот. Ну, а РПГшки, не все их хотят, возможно, тратить. Ну, короче, как-то так. Что же я предлагаю? Вот, мы зайдём, давайте. Чтобы у вас не было вот этих вот различных расходничков, к примеру, динамит и РПГ, берём, значит, противотанковую мину и джевель. Ну, и здесь возьмём ММ-61, я вообще не хочу кидать ручные кумулятивы, никогда их не использую, иногда только на режиме танки. Вот. И смотрите, фокус. Берём шмель, да, ещё раз нажимаю я Q, и всё, не берётся у нас уже ни джевель, ни противотанковая мина. Почему же? Потому что эти два расходника предназначены и могут использоваться только на режиме танки. На противотанковой мине не взрываются люди, так как там нужен вес минимум несколько тонн, по-моему, тонны 2-3 точно, я не помню. Ну, короче, люди столько не весят, даже джипик, я не знаю, взрывается на минке на противотанковой или нет. И джевелин, та же история, с джевелином мы можем стрелять только по танкам, он захватывает только танки. По-моему, джевелин, он, у него теплонаводящаяся, это система, короче, вот, наводится только, нет, стоп, это вряд ли. Ну, и, короче, я не знаю, наверное, как-то там оно наводится, нужно будет почитать википедию. Я точно, честно, не помню, не буду вам что-то такое рассказывать, чтобы потом не говорили в комментариях, что это полный бред, вот. Почитаю, возможно, вам когда-нибудь ещё и расскажу, вот. Ну и погнали к следующему секретику. И секретик под номером 2 связан с вашим снаряжением, а именно с бронежилетом. Неважно, он у вас укреплённый или обычный, я вам предлагаю, предлагаю его более эффективно использовать, то есть, чтобы максимально он мог выдержать ударов, количество максимальное. Вот, например, перед вами Барретт, он по вам стреляет, ну, у меня PSG-1, вот так вот, бамс, он по вам стреляет, да, ну и убивает. Ну, это частенько такое бывает, Барретт пробивает 50 на 50, кажется, броньку укреплённую, вот. Но чтобы он вас не убил, не нанёс вам вообще никакого урона, частенько такое бывает, если вы будете использовать этот секретик, то вы должны повернуться, вот, не, получается, не лицом к нему, а немножко боком, или вообще вот так вот. Вот, лучше всего вот так вот. Я, например, когда вижу Барреттчика, например, я играю тоже на Барретте, или на какой-нибудь другой пушечке, в которой там, либо у меня перезарядка, либо между выстрелами некая у меня есть перезарядочка, то я использую этот секретик. Он по мне стреляет, например, промахивается, ну, или я его сразу же вижу, и моментально от него отворачиваюсь. Он стреляет в тело, например, не в голову, мне повезло, и не убивает таким образом. Действительно, попробуйте, я проводил лично тесты во многих, во многих случаях, действительно, вот таким вот образом боком вас спасает ваш бронежилет от Барреттов и других пушечек. Вот, ну и поехали к следующему секретику. Ну и следующий секретик, наверное, уже практически ни для кого не секрет. Я этот небольшой, как сказать, тактическое преимущество, я даже это так могу называть, нашел и обнаружил еще, когда только впервые зашел в блокаду, это примерно года 2,5-3 назад. Смотрите, например, посмотрим, посмотрим на вот этот вот холмик, да, где деревце. А если посмотреть на него боком, мы лучше его видим. Например, вот вы видите, сейчас вот так вот, если боком смотреть, мы видим вот эту вот, которая слева, красненькая стеночка. А если так смотреть, даже если в прицеле смотреть, мы не видим эту красную стеночку. Почему же вы спросите, что это такое? А потому что у нас в игре система обнаружения вот эта вот работает по принципу квадрата. То есть, например, вот я сейчас стою на точке, да, например, вот у меня снайперская винтовка, сколько там, 100, сколько, 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 110 или 120 блоков, по-моему. Я точно не помню, честно, блин, что-то из головы вылетело. Ладно, давайте будем считать, ну, не будем такие прям большие цифры брать. 10 блоков, например. 10 блоков, 10 блоков, 10 блоков. Вот. Здесь мы видим 10, здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже. Но мы же смотрим не только налево, направо, вперед, да, назад. Мы смотрим иногда вот таким вот образом, то есть по диагонали, да, вот таким вот образом. Немножко вот таким вот, да, не так вот, а вот так вот, вот так вот. И получается, здесь у нас 10 блоков, а до вот этой вот точки, давайте ее обозначим, да, вот раз, точка. Так, 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 сейчас, секундочку. Ну, вот тут вот, чекунька, да. Вот, например, давайте даже специально к ней будем, оп. Вот, например, до этой точки 10 блоков, ну, здесь и есть 10 блоков. А до той, если точки смотреть, два раза уже даже, нет, не в два, ну, где-то в полтора, чуть-чуть больше, расстояние уже больше. Таким образом, мы можем уже больше увидеть. Ни для кого это, наверное, уже не секрет. Я же говорю, я этот секретик еще узнал давным-давно, когда только зашел в игру. Ну, используйте, кто не знал. Вот, очень-очень полезное такое вот преимущество над многими игроками. Вот, особенно, когда ты играешь на оружии, на котором, ну, не хватает на некоторых картах, там, немножко дальности, да. Вот. Еще, очень помогает обнаруживать, не только стрелять, но и обнаруживать противников, да. Смотрите, бамс бежит, чувачок, мы его так не видим. Я слегка вот так вот поворачиваюсь, очень частенько я использую это на захвате, на зомби даже пару раз использовал, да, представьте себе. Смотрим, его видим, ну, и примерно вот туда вот стреляем, бамс и убиваем. Такой вот секретик, переходим к следующему. Ну, и следующий секретик можно самое эффективное показать на карте площадь. Вот, именно на вот этом вот мосту. Я эту позицию показывал, вообще, вот этот секретик немного показывал в моей рубрике специальной суперпозиции на картах. Это мое самое, вообще, самое-самое первое видео. Вот, ну, и ни для кого не секрет то, что, вот мы видим силуэт моста, но если там кто-то будет пробегать, кажется, там никто не пробегает, ну, или у меня просто дальности не хватает немножко, вот, то мы увидим этот силуэт и можем стрельнуть. Вот, противник же, если вот так вот просто будет бежать, ля-ля-ля-ля-ля, вот, он нас просто-напросто не увидит. Вот, это первый секретик, ну, и второй сразу же из этого выплывает. Как же спрятаться от вот этого вот, чтобы от нас не было вот этого вот силуэта? Вот, потому что мы можем использовать этот секрет, а может и противник использовать этот секрет и нас точно так же убивать. Берем, это, возможно, тоже для очень многих игроков не секрет. Вот вы видели, сейчас пацан меня, видимо, скилловый до 25 уровень, с бары-то вынес. Вот, видимо, играет по силуэтам. Короче, заставляем сзади себя вот такую вот стеночку небольшую, садимся. Можете для большей эффективности... Да, хорош меня убивать, дайте снять видео. Задолбали. Так, можете для большей эффективности... Давайте на респе, вот, стеночка, да. Для большей эффективности перед собой еще блоки поставить и нажать кнопочку Ctrl, чтобы присесть. Чтобы максимально меньшее количество тела попадало под пулю противника. Вот так вот, даже можно выразиться умными-умными-умными словами. Вот, у нас сейчас таким образом не видно силуэта. Спрятано тело. У нас есть при этом касочка, которая спасет от двух попаданий. Ну, кроме там бары-то и других достаточно таких пушек классных, типа бары-то, которые пробивают двойную и обычную касочку. Вот. Ну, а от разных там штурмовых винтовок, в принципе, нас бы это спасло. Если вовремя среагировать, мы можем сразу же кого-то пристрелить. Опять же, говорю, это не для кого. Возможно, не очень это и большой секрет. Возможно, его уже практически все знают. Но я же еще раз повторю, что я записываю это видео для новичков в игре блокада. Ну и погнали к следующему секретику. Ну и следующий секретик связан у нас с гранатками. С различными МК-3, М-61, газовыми, дымовыми и, возможно, даже с ручными кумулятивами. Хотя я не знаю, я ими не пользуюсь. Как же правильно кинуть гранату с достаточно большой дистанцией? Сколько метров, блоков, наверное, 15. Даже если вот отсюда кидать, то вообще далеко. Ну, короче, достаточно далеко. Вот. Во-первых, вы должны взять немного вверх упреждения. Это как стрелять из лука. Вот. С лука именно вот так вот стреляют. Не просто прямо, а немножко там вверх, чтобы попасть. Вот. То же самое и здесь. Берем небольшое упреждение. Бам, скидаем. И вуаля. Закидываем. Вот. Ни монтаж, ничего. Никакого кидалова. Можно даже так сказать. Видите, ровно в окошко пролетело. Ну, если бы тут была бы вот такая вот стеночка, да, она бы ударилась. Ну, и убила бы потенциальных противников, которые бы здесь стояли. Чем больше расстояние, тем больше нужно брать упреждение вверх именно. Точно так, если противник будет бежать, кидаем не ему под ноги, а немножко вперед. Ну, опять же говорю, ни для кого это не секрет. Кто хоть раз играл какой-то шутер, это всё-всё-всё-всё-всё знает. Вот. Точно так, и с расходниками, например, вот на картах захвата, например, площадь, вышка, там, да, я нахожусь практически в серединке карты. Вот тут, например, в самой, ну, тут где-то, в самой серединке карты. Например, представим, что это площадь, да, с моста. Да, и тут вот находится база. Вот. И мы, получается, хотим стрельнуть, там фиг знает какое расстояние, наверное, ну, блоков 50 где-то, ну, очень-очень много. Вот. Например, вот отсюда, вот сюда, если отсюда стрелять, вот этот дом, да. Я хочу, например, попасть вот в этот вот блок. Я небольшое упреждение, возможно, возьму. Ну, это не совсем уж прям большое расстояние. Там такое расстояние, что аж туман появляется, как, например, вот здесь, да, вот, слегка туманчик, вот. И чтобы попасть, например, вот сюда, вот, берем слегка упреждение, чхуньк, и мы ровно сюда примерно попадаем. Даже можно было немножко выше взять упреждение, ну, пофиг, осколки все равно разлетаются, там бы кто, если бы стоял, бы все равно их бы убило. Ну, вот и все. Я вам в этом выпуске показал 5 достаточно интересных секретов, которые я сам лично использую очень-очень частенько, практически каждый раз, когда я играю на какой-то карте. В следующем выпуске, то есть во втором, я вам расскажу различную очень интересную информацию, которую сам с помощью тестов определил, вот. Возможно, вы ее даже никогда до этого и не слышали, вот. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, и обязательно поставьте лайк данному видео, вот. Следующий выпуск данной рубрики выйдет через пару деньков, вот. Все, в принципе. Удачи вам на полях сражений. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok